Уважаемый председатель Си Цзиньпин, Благодаря уникальному географическому положению в Беларуси наша транспортная инфраструктура пользуется активным спросом в качестве надежного транзитного коридора, пояса и пути. Мы продолжим вносить свой вклад в скорейшее восстановление мировой экономики. В общем, когда тебе не дали 500 миллионов долларов, а денег совсем не хватает, готов и не так выступать Синепалый диктатор. Он записал обращение к китайскому лидеру, рассказывав о том, что он собирается наладить отношения с Европой и будет продолжать обеспечивать безопасный проезд по железнодорожным путям нашей с вами страны. Денег настолько не хватает, что он готов не только танцевать, но и плясать. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь, и сегодня мы поговорим о самых свежих и актуальных новостях. Поехали! Помимо Синь Бинь Хинь, который он записывает ежедневно, скорее всего, просто мы не знаем об этом. Белорусские телеканалы транслируют собаку Синепалого диктатора. Но когда нельзя показать рост экономики и процветания, можно показывать собаку Синепалого деда. Для начала хочу отреагировать на разного рода писания. Цельное лето, утром подкос, вечером водой, то корова боросится, то кура понеслась. А люди смотрят не на белую и чистую собаку, а выглянув из окна, видят вот такую вот картину. Читатели заявляют о том, что по всему Держинску вот такая вот картина уже два или три месяца. Тут на самом деле нет ничего удивительного. Единственная проблема в том, что службы, которые занимаются вывозом мусора, не делают это бесплатно. Уважаемый Александр Григорьевич, в это непростое время вам удается противостоять всем негативным силам и влияниям, которые пытаются дестабилизировать обстановку в нашей стране. Я хочу пожелать дальнейшего развития, укрепления и, конечно, процветания нашей родной Беларуси. Ну а чего мы хотели ожидать? В милитаристском государстве, где правит беззаконие и диктатура, не может быть ни процветания, ни какого-либо успеха. К сожалению, пока Синепалый дед будет у власти, мы будем вынуждены жить в таких условиях. И именно поэтому мы хотим, чтобы Синепалый диктатор сел в тюрьму, там, где ему самое место, чтобы белорусский народ смог спокойно и уверенно развиваться. Каждый год арбузами обращали, а в этом году нет. Да и вообще, про какую экономику я говорю? В Беларуси, в Минске, стирают мурал художника. Убирают из школьных учебников какое-либо упоминание нобелевского лауреата Светлану Алексеевич уничтожают ее организацию, да и вообще. Синепалый дед сам неплохой историк и литератор. Лучше его лицо вклеить в книгу и рассказывать ученикам, какой он великий лидер, чем рассказывать о реальных лидерах и о реальных белорусах, которые на самом деле чего-то достигли. Чего достиг Синепалый дед? Да ничего. О нем знают как о диктаторе и человеке, который захватил власть в нашей с вами стране. Все идет как в антиутопии. Уничтожаем книги и историю. Ну и промывают детям мозги. Это в общем то, что неизбежно должно было произойти при тотальной диктатуре. Это не наша страна исключение. И не Синепалый диктатор такой неадекватный. Так работает диктатура во всех странах мира, когда она существовала. Сколько бы Синепалый дед не пытался убрать БЧБ цвета, они каким-то волшебным образом все равно появляются. Так, вот значит, такие пригожие магазин, крама. Идем, идем, идем. И ось на этой краме бачим оба БЧБ и погоню. Есть еще один знаток истории. Ну, только уже более глубокой истории. Зюганов. Геннадий Андреевич. Первым коммунистом на планете в новом летоисчислении был Иисус Христос. Положите на горную проповедь Иисуса и рядом моральный кодекс строительства коммунизма один в один. Вы просто ахнете. А главный лозунг коммунизма «Кто не работает, тот не ешь» написано в послании апостола Павла Фессалоникийцам. Надо изучать Библию, вы тогда будете понимать много. Ну и давно мы не говорили про ябатик. Ну, я и не буду сейчас вам говорить про ябатик. Просто хочу показать, как выглядит ябатькино творчество. Вот так примерно это и выглядит. В белорусских школах сократили время урока. В младших классах сократили до 35 минут. Старших до 40. И никто не пытается объяснить, для чего это было сделано. Но я вам расскажу. Неадекватный Синепал Дед рассказывал о том, что он собирается повысить заработные платы учителям, которые фальсифицировали выборы. Так вот, на самом деле это работает совсем да наоборот. В общем-то, сокращая уроки, он сокращает время учителей. То есть, они проводили 10 уроков, получали 300 рублей. Сейчас будут проводить 10 уроков и будут получать 250 рублей. В общем, идет просто банальное сокращение человека часов. Ничего нового тут и нет. Диктатор не хочет тратить деньги на образование. Диктатор в этом году полностью поставил ставку на пропаганду и на агитацию своей незаконной власти. Он прекрасно осознал, что за последнее время он потерял свой рейтинг. Его не уважает ни народ, ни даже его прикоры. Единственное, за что он уцепился, это силовики, которые настолько сильно замазались в убийствах и пытках, что у них нет выхода. И об этом он говорил откровенно. В любом случае, тут тоже ничего нового. В любой диктатуре первое, что страдает, это образование, медицина и социалка. В то время, когда силовики начинают получать все большую и большую заработную плату. Система таким образом себя съест. Вопрос времени. А наша с вами задача ускорить этот самый процесс. И не дать диктаторской хунте расслабиться ни одного дня. Вы были на канале Реальная Беларусь. И это были Реальные Новости. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова